На связи Краткий Капитан. Сегодня я расскажу вам о фильме Дэнни Цепной Пес. С виду Дэнни человек, но когда его хозяин Барт снимает с него ошейник, Дэнни превращается в зверя. Единственная задача Дэнни – калечить и убивать тех, на кого укажет Барт. Он, словно верный пес, порвет любого за своего хозяина. При помощи Дэнни Барт выбивает долги. Те, кто не желает платить, встречаются с его цепным псом. Поэтому, так или иначе, но платят все. Затем Барт возвращается на базу, кормит Дэнни и сажает его в конуру. Там парень тренируется, спит и разглядывает книжку с буквами и картинками. Особенно ему нравится пианино. Однако Дэнни не знает почему. Дэнни работал безотказно, до визита к владельцу ювелирного магазина Рафлсу. Тот наслышан о способностях цепного пса Барта, а потому с порога приказал его избить, пока ошейник на Дэнни. Как бы ни звал на помощь хозяин, Дэнни не двинулся с места. Барту и его подручному пришлось самим отбиваться. Ему удалось освободиться и снять ошейник с Дэнни. Он скомандовал фас, и цепной пес кинулся в атаку. Он вырубил всех охранников владельца магазина, а затем принялся за него самого. Он избивал Рафлса посреди торгового зала. В этот момент здесь был Уайетт, устроитель подпольных боев. И его впечатлили боевые навыки Дэнни. После такой осечки Барт взъелся на своего цепного пса. Он недоволен тем, что Дэнни не бросился защищать хозяина. Барт с детства воспитывал Дэнни как животное, готовил из него идеального бойца. И теперь этот боец перестал отрабатывать свою еду. Однако одна осечка – это еще не проблема. Барт собирается заехать к владельцу антикварной лавки, чтобы выбить из него свои деньги. В этот раз он оставляет Дэнни в помещении, заставленном пианино. Вешает перед его лицом приборчик с красной лампочкой и приказывает явиться на выручку, если она заморгает. Дэнни добросовестно следил за лампочкой. Но клавиши пианино оказались сильнее. Они притягивали его. Он хотел к ним прикоснуться. И сам не понимая как, Дэнни оказался рядом и уже нажимал на клавиши. Тут в помещении появился слепой мужчина. Его зовут Сэм, и он настраивает пианино. Он решил, что Дэнни здесь работает, и попросил его помочь с настройкой. Когда же Сэм услышал странный тикающий звук, оказалось, что это мигает лампочка. Дэнни кинулся на выручку к боссу, но тот уже справился без него. Я продам тебе. Видит Бог, продам. Весь избитый, Барт со своими людьми вернулся на базу. Здесь он наорал на Дэнни и сбросил его в клетку. В этот момент к Барту пришел тот посетитель ювелирного, что видел Дэнни за работой. Уайетт сделал Барту предложение – выставить Дэнни на бой. Если он выиграет, Барт получит хорошие деньги. Однако Дэнни должен убить противника. Барт согласился. Когда они с Дэнни пришли в логово Уайета, против него выставили местного чемпиона. Чтобы прикончить его, Дэнни потребовалось не больше пяти секунд. Несколько точных ударов в кадык, и здоровяк лежит на полу, обливаясь кровью. Барт удовлетворен работой Дэнни, ведь он получил легкие деньги. А вот Уайету не понравилось. Ему хотелось бы, чтобы цепной пес Барта убивал противников зрелищнее. Барт обещает, что во время следующего боя так и будет. По дороге домой Барт рассуждает о том, что ему стоит отойти от дел. Он может сколотить состояние, выставляя Дэнни на бои. Он даже расщедрился и решил купить ему подарок. Дэнни попросил пианино. И после недолгих препирательств, Барт уже готов был согласиться. Но тут в их машину врезался грузовик. Следом появился Рафлс со своими боевиками и расстрелял авто Барта из автоматов. Дэнни остался жив. Раненый, он пришел в подвал антикварной лавки, где недавно встретил Сэма. И сейчас тот тоже был здесь. Сэм хотел поговорить с новым знакомым, но тот свалился на пол. От полученных ранений Дэнни потерял сознание. Пока Дэнни спал, ему снился кошмар про его маму и Барта. Очнулся он в доме Сэма. Сэм вместе с приемной дочкой, Викторией, выходил его и излечил рану. Дэнни напуган. Он прячется под кроватью, когда Сэм приносит ему ужин. Однако постепенно он начинает осваиваться в доме Сэма. Узнав, что Дэнни нравится пианино, Виктория приносит ему синтезатор и показывает, как на нем играть. Они приглашают парня за стол, учат его пользоваться ложкой и правильно вести себя во время ужина. Постепенно Дэнни приобретает человеческий облик, и Сэм решает снять с него ошейник, но тот против. Ему страшно, ведь каждый раз, когда снимали ошейник, он калечил людей. Сэм заботится о Виктории, как о своей родной дочери. Вместе с Дэнни он забирает ее с учебы, помогает подготовиться к выступлению, готовит еду и ходит за покупками. Теперь он везде берет с собой Дэнни. В магазине Сэм учит его выбирать продукты. Еда говорит. Она сама тебе скажет все, что тебе надо знать. Дома он показывает, как надо готовить. В шкафу Дэнни видит фотографии маленькой Виктории и молодого Сэма. И Сэм рассказывает, как он ослеп и стал отчимом Виктории. Его лучший друг умер, оставив беременную жену. Сэму пришлось заботиться о ней, ведь они с матерью Виктории тоже были друзьями. Когда девочка родилась и уже повзрослела, Сэм и мама Виктории попали в аварию. Женщина умерла, а Сэм лишился зрения. Услышав эту историю, Дэнни понимает, что совсем не помнит свою маму. Виктории нравится Дэнни. Она угощает его мороженым, учит играть на пианино. Они вместе ходят в кино, и Дэнни забирает ее со школы. Они стали настолько близки, что Дэнни даже позволил ей снять с себя ошейник. Ничего страшного после этого не случилось, и Дэнни впервые за долгие годы вздохнул с облегчением. Сэм продолжает брать с собой на работу Дэнни. Парень помогает ему настраивать пианино. В процессе Сэм говорит, что когда Виктория закончит обучение, они уедут домой в Нью-Йорк. Сэм зовет с собой Дэнни. Говорит, что он стал практически членом их семьи. За помощь в работе Сэм платит Дэнни зарплату. Парень решает потратить часть денег на покупку смешной шапки. Он выбирает в магазине подходящую, а когда выходит, встречает одного из подельников Барта Лефти. Тот узнает его и заставляет вернуться к хозяину. Оказалось, что Барт выжил в той перестрелке. Он до сих пор в гипсе и с фиксирующим ошейником, но уже готов ринуться в бой. Он надевает на Дэнни новый ошейник и хочет отправить его на арену, драться за деньги. Но Дэнни спрашивает его про свою маму. Барт говорит, что не знал ее. Что нашел паренька на улице и воспитал его. Закончив обрабатывать Дэнни, Барт отводит его на подпольные бои. Тут он приказывает ему убить противника, но Дэнни не хочет. Он больше не намерен калечить людей. Барт выходит из себя, ведь на кону большие деньги. Он швыряет Дэнни на арену, где тот вынужден будет драться. Однако парень только уходит от ударов и защищается. Чтобы подогреть обстановку, Барт кидает на арену топор. Противник Дэнни тут же хватает его и пытается убить парня. Но и в такой ситуации Дэнни только обороняется. Уайет недоволен. Он давит на Барта, чтобы тот приструнил своего цепного пса. А затем выводит на арену еще нескольких бойцов. Те принимаются изощренно избивать Дэнни. Ему, наконец, приходится отвечать на удары. Он укладывает на арену всех, но отказывается убивать их. Тогда Барт достает пистолет и стреляет в поверженного бойца. Барт в ярости. Он уводит Дэнни и бросает его в яму. Но ночью Дэнни выбирается, чтобы посмотреть фотографии Барта. Тут он находит одну, где изображена его мама за роялем. А рядом стоит он сам. Дэнни подкарауливает Барта, чтобы расспросить о матери. И тот говорит, что она была проституткой. На следующий день они едут выколачивать долги. Так Дэнни покроет расходы, понесенные Бартом из-за проигрыша на арене. По дороге Барт разглагольствует о семейных ценностях. И Дэнни понимает, что должен вернуться к Сэму и Виктории. Он хватается за руль. Машина переворачивается. И Дэнни убегает. Израненный он возвращается к Сэму. Когда он рассказывает про свою маму и показывает Виктории фото, девушка сомневается, что мама Дэнни была проституткой. По названию роялей она находит концертный зал, где репетировала мама Дэнни. И работница этого зала действительно вспоминает эту девушку. Она находит старую фотографию, где изображена мама Дэнни. Дома Виктория находит мелодию, которую играла мама Дэнни в тот день, когда был сделан этот снимок. Моцарт. Соната номер 11. И начинает играть ее. Мелодия пробуждает в Дэнни воспоминания, и он видит, как Барт пытался взять силой его маму, а когда она оказала сопротивление, убил ее. Маленький Дэнни выскакивает из шкафа и бросается на подельника Барта, но пыл мальчишки быстро остужают. Пока Дэнни искал сведения о своей матери, Барт наведался в магазин, у которого Лефти встретил паренька после его исчезновения. У продавщицы он узнает, где искать Дэнни. Барт приезжает в тот самый момент, когда Дэнни с Викторией собирают вещи. Они собрались бежать. Однако они опоздали. Дэнни прячет Сэма и Викторию в кладовке, а сам вступает в схватку с людьми Барта. Дэнни хотел отвлечь их, увезти подальше от квартиры Сэма, но его самого загнали в угол. При этом Барт оказался хитрее. Он пошел домой к Сэму. Сюда он заманил и Дэнни. Он пообещал ему прежнюю, понятную жизнь в безопасности. Но для этого Дэнни должен снова надеть ошейник. Однако парень помнит, что Барт убил его маму. Этого он ему не простит. Дэнни избивает Барта и пытается его прикончить. Сэм и Виктория видят это и пробуют оттащить Дэнни. Барт же готов умереть, только бы доказать Дэнни, что он до сих пор животное, цепной пес. Тебе не сбежать от того, кем я тебя сделал. Чтобы прервать его словоизвержение, Сэм хватает горшок с цветком и разбивает его о лицо Барта. С того дня прошло несколько недель. Виктория выступает в концертном зале. Она играет Моцарта, сонату номер 11. Ту самую музыку, которую играла мама Дэнни незадолго до смерти. Сам Дэнни сидит в зале рядом с Сэмом. Он вспоминает маму, и по щеке его скатывается слеза. Это все на сегодня. Подписывайтесь и ставьте лайки, если хотите больше подобных роликов. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.